Приветствую! Сегодня мы рассмотрим процедуру входа в систему на устройстве Android без подключения к LB. Войдите в приложение, используя свои учетные данные. Вы увидите экран приветствия со следующими полями, которые вы можете выбрать или заполнить при необходимости. В поле Track Number по умолчанию покажет номер ближайшего к вам грузовика. Флажок Connect to Engine позволит вам соединить EOD с приложением. Если вы соединяли его ранее, вы увидите экран загрузки подключения. В случае, если вы не выполняли подключение ранее, обратитесь к видео, которое описывает первый вход. Номер вашего грузовика будет зеленым, а флажок Connect to Engine будет активирован по умолчанию. Давайте деактивируем его, чтобы посмотреть, как соперегать устройство непосредственно после входа в приложение. Как только вы нажмете на него, вы увидите уведомление об отключении. Нажмите логин, чтобы войти в приложение. Вы увидите всплывающее окно с уведомлением, если вы не заполнили поля трейлера Shipping Number. Вы можете пропустить его, нажав на кнопку Skip. Также появится окно предупреждения, напоминающее о том, что вы не подключены к своему грузовику. Очень важно быть подключенным к GLD до того, как вы начнете управлять семьей. Нажмите Continue. Как вы видите, иконка грузовика изменила цвет на красный, как и индикатор Data Diagnostic. Нажмите на значок D. Вы видите список неисправностей и данных диагностики. А поле Engine Synchronization имеет статус Fail и значок красного крестика рядом с ним. Нажмите OK. Теперь давайте сопряжем ваше устройство. Нажмите на красный значок грузовика. Появится новое окно с тремя активными полями. В поле Nearby Trucks вы увидите номер вашего грузовика с MAC-номером вашего ELD. Нажмите на него. Вы увидите экран загрузки подключения и соответствующее уведомление Connected to Truck. Теперь значок грузовика зеленый и у вас нет события для Data Diagnostic. Это означает, что ваше устройство сопряжено и вы готовы к работе. Спасибо за просмотр, безопасной дороги и хорошего дня!